МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также сегодня в повестке дня вопросы кадастрирования земель и выдачи участков льготным категориям граждан. Арсений Ковалевский подробнее. Одним из важных на прошедшей сессии был проект закона, предполагающий выдачу на безвозмездной основе многодетным семьям и еще ряду льготных категорий граждан земельных участков для постройки жилья или ведения дачного хозяйства. Предоставляются земельные участки, являющиеся родители из многодетных семей города Севастополь в соответствии с законом города Севастополя 26 декабря 2014 года номер 98 ЗС о социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе. Вторая категория, относящаяся к категории Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. После обсуждения дополнительных требований и поправок к проекту, народные избранники единогласно поддержали инициативу выделения земли нуждающимся. Срок окончательной доработки закона и его финальное второе слушание 25 июня. За это время депутаты намерены более четко определить нормы и очередности выделения участков. Я, вне всякого сомнения, призываю вас к тому, чтобы поддержать в первом чтении данный законопроект, потому что мы обязаны выделять землю категориям этим по федеральному закону. Но подойти к нему со всей серьезностью и с учетом реалий того выделения земли, той практики выделения земли, которая сложилась, к сожалению, у нас в городе, и она ничуть не радует. Не обошли вниманием севастопольские парламентарии и вопрос присуждения званий и регалий. Исполняющая обязанности спикера ЗАГСа Екатерина Алтабаева выступила с предложением присвоить президенту России Владимиру Путину звание почетного гражданина Севастополя. По инициативе группы депутатов законодательного собрания подготовилась следующий проект постановления. Присвоить за большой личный вклад в восстановление города-героя Севастополя статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации звание почетных гражданин города Севастополя Владимиру Владимировичу Путину президенту Российской Федерации. Продолжением такой инициативы от Екатерины Алтабаевой стал целый ряд идей со стороны остальных депутатов. Одни предлагали поменять формулировку документа, другие даже высказывали мысли о необходимости снятия этого звания с экс-президента Украины Леонида Кучмы, которому оно было присвоено в 2002 году. Постановление не голосуется в первом и втором чтении, поэтому тогда я предлагаю коллегам обдумать и вот если они согласны с формулировкой Сергея Ивановича, то мы можем эту формулировку внести. Если вы считаете формулировку ту, которую предложила комиссия по присвоению звания почетных гражданин, то я думаю, что, уважаемые коллеги, вот не эта формулировка, а само звание почетных гражданин, вот тот вопрос, который мы решаем сегодня. Посоветовавшись, депутаты единогласно поддержали первоначальную редакцию постановления и присвоили президенту Российской Федерации Владимиру Путину звание почетного гражданина города-героя Севастополя. За 21 решение принято. Арсений Ковалевский, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Завтра в день защиты детей по инициативе губернатора Сергея Миняйова проезд в троллейбусах для школьников будет бесплатным, сообщает официальный сайт правительства города. Такая возможность 1 июня для юных севастопольцев будет действовать до 19 часов. Сегодня в Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку для Черноморского флота, сообщили в Управлении пресс-службы информации Минобороны России. Как сообщалось ранее, на Адмиралтельских верфях были построены 5 дизель-электрических подводных лодок проекта 636-3 «Колпина». Подлодки «Новороссийский» и «Ростов-на-Дону» уже находятся в боевом составе Черноморского флота. В декабре 2015 года субмарина «Ростов-на-Дону» при выполнении межфлотского перехода нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр ПЛ» из акватории Средиземного моря по инфраструктуре, запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» в Сирии. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черные дыра». Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения – 300 метров. Автономность плавания – 45 суток, экипаж – 52 человека. Подводное водоизмещение – около 4000 тонн. Сертифицировать отели и присваивать им звезды будет Севастопольский центр стандартизации и метрологии. Пока это единственное учреждение в городе, имеющее право на подобную деятельность. Информацию озвучили на встрече с представителями гостиничного бизнеса «Власти города». Обсуждение проблем в туристической сфере состоялось по инициативе Департамента приоритетных проектов развития Севастополя. Предпринимателям разъяснили порядок получения паспортов безопасности, средств размещения, а также необходимость сертификации гостиницы получения звезд. На сегодняшний день в городе существует всего два отеля, прошедших лицензирование. Это Гомера и Куприн. Оба находятся в Балаклаве. Исполняющий обязанности директора Департамента приоритетных проектов рассказал, при выполнении государственного заказа сертификат на средства размещения обязателен. Те случаи, когда эта звездность является обязательной. То есть для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в части субъектов, где будет проходить мундиаль, прохождение классификации, размещение в отеле-гостинице приезжающей туристу возможно только при обязательной классификации. Вот это случай обязательности. Сейчас вообще обсуждается вопрос о проведении классификации, как обязательные меры в целом по стране. В Севастополе стартовали соревнования вооруженных сил Российской Федерации и чемпионат страны по армейскому рукопашному бою на Кубок губернатора Сергея Миняйла. Участие в состязаниях примут около 100 спортсменов из 15 регионов России. От Севастополя выступят две команды Черноморского флота в составе 14 человек. Во вторник войны провели предварительные бои. Репортаж Эны Брачевой. Чемпионат России по армейскому рукопашному бою собрал более 100 участников из Севастополя, Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Ставрополь, Рязани и других городов страны. По правилам армейского рукопашного боя, видя камеры, телекамеры, они здесь не заметят большого количества участников, потому что не положено участникам находиться на поле, на татами. Поэтому все команды выведены за пределы сражения, за пределы татами и находятся в специальном отведенном зале, где тренируются. Судить соревнования будет пятикратный чемпион России по армейскому рукопашному бою вице-президент Иркутской Федерации Артем Милкоступов. Свою спортивную карьеру он начал в 1998 году. Выполнил норматив международного, а потом и заслуженного мастера спорта России. Выступал до 2010 года, после чего стал преподавать и судить соревнования по армейскому рукопашному бою. У нас более 15 отделений в городах Иркутской области. Занимается более 2000 человек. То есть это дети, подростки. Да, призывная подготовка службы в армии проходит у нас. Поэтому он у нас очень популярен. Судить я начал еще в 2010 году, когда уже перешел, так скажем, в организационный комитет, да, проведение соревнований. Это почему так произошло? Потому что у нас в Иркутске проходит всероссийский турнир мастерской памяти воинов-сибиряков. Уже по счету 14-й будет в этом году. И в рамках рефи, бокового судья, потом уже главного судья. Последние 6 лет я главным судьей являюсь в этих соревнованиях. Тоже очень интересная деятельность. Так скажем, в этом направлении теперь развиваемся. И вот на данном чемпионате буду реферить поединки. В соревнованиях участвуют бойцы различных подразделений Вооруженных сил России. Победителям чемпионата присвоят звание мастера спорта. От Севастополя представили две команды Черноморского флота в составе 14 человек. «Ископодготовка проходила в 810-м бригаде морской пехоты. Именно на базе морской пехоты тренировки в спортивном зале, на стадионе. То есть как первый состав, так и второй состав тренировались у меня на базе. Команда Черноморского флота представлена чемпионом военно-морского флота, призеры Южного округа. Ну и чемпионы России, мастера спорта международного класса, мастера спорта». В Севастополе армейский рукопашный бой набирает всю большую популярность. Если в прошлом году в секцию записалось порядка 40 детей, сейчас тренируются около 800. Занятия включают в себя общую физическую подготовку, кикбоксинг, акробатику, изучение ударной техники и приемов борьбы. Финал соревнований пройдет 1 июня на татаме спорткомплекса «Мусон». Анна Брачева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Поделиться с нами мнениями, рассказать о событиях можно по телефону 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. На этом пока все. Больше расскажем в новых информационных выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин